и этот босс как вы уже поняли он необязательный но лучше сходить так как здесь очень много чего вкусного лежит например огромное количество иллюзорных стен здесь у нас просто ржавая монета здесь вообще ничего выпуклый щит так это я не помню но где-то в каких-то комнатах есть по две иллюзорные стены и стоп заклинание бесшумность косточка возвращения но мы никуда и пока не собираемся возвращаться костер здесь находится совсем неподалеку так и это еще не все где-то здесь у нас еще одна визуальности но будьте осторожны здесь у нас очередной подрывник красная вода так не помню остались ли здесь еще какие-то иллюзорные стены ну давайте на всякий случай потычаться ну похоже что я все собрал теперь можно немножко почитать выпуклый щит металлический щит небольшого размера с выпуклостями малые щиты очень легкие их удобно использовать но твердость защиты при этом невелика выступы в центре круглого щита сделаны так чтобы было проще отражать удары этот щит очень схож с баклером щит больше для парирования чем для защиты заклинание бесшумность это заклинание помогает действовать незаметно приглушая издаваемые звуки восточный край мира дом не только для доблестных воинов в этой стране зародился орден рыцарей тени не слышно выполняющие любые даже самые невыполнимые поручения так и еще что там было с красной водой связано красная вода вода алого цвета и неизвестного происхождения восстанавливает здоровье и заряды заклинания некоторые называют ее красной святой водой но не все признают ее святость душа стража руин созданного тюремщиком у стража руин нет телесной формы это всего лишь дух вселившийся в доспехи использовав душу стража руин можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет ну вот как раз невероятно ценный предмет может нам помочь создать тот сам персонаж в этой локации но которого я еще из заклинания не вывел душа здесь нужно быть осторожным потому что тут ловушка можно сказать что я ему помог больше он не в заперти и здесь у нас костер можно смело возле него отдохнуть но перед тем как возвращаться в маджулу мы сходим еще одно место где нас ожидает очередной макиво преследователь это по-моему уже последний преследователь в этой локации опс что-то слишком долго я собирался пить бутылку ой 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 что-то пошло не так Что я совсем потерял чувство ритма Зато этот засранец его похоже поймет Здесь можно использовать ключ камень фароса, но в данный момент это не так важно Но давайте я все-таки его использую и покажу Так, помимо этой черепушки, которая появилась, здесь еще есть пара предметов Это большая дубина И колокольчик жреца Большая деревянная дубина В этом оружии нет ни капли изящества, лишь звериная сила, способная легко пробить щит Очень мощное, тяжелое, дробящее оружие Но есть дубина и поинтереснее, и побольше Колокольчик жреца Таким священным колокольчиком пользуются высокопоставленные клирики Он усиливает действия чудес и порчи В Дранглике было много клириков, но король Вендрик скептически оценил их способности Привлекая только ради проведения церемоний Именно поэтому амбициозные клирики в Дранглике не задерживались Где-то мы уже читали, что Вендрик не особо любил клириков И здесь у нас проход в башню луны Но я пока туда не пойду Я ненавижу босса этой локации Вот просто ненавижу И я к ним вернусь, когда я уже буду уверен, что я смогу им легко надрать задницу Так, у нас есть еще здесь дела Невыполненные дела И первым делом Так, да, парень, я знал, что ты выбежишь В самый неподходящий момент, когда я буду стоять спиной возле края пропасть Поэтому вырубим тебя заранее Хороший ты человек Ключ от подземелий Очень интересный ключ Он необязательный, но желательный Ключ от подземелий Ключ от камер забытой крепости Давным-давно повелитель крепости, доведенный до отчаяния проклятием Распространяющимся по земле Стал в каждом видеть распространителя заразы И начал запирать их в камеры Его дом превратился в тюрьму И он бросил его вместе с умирающими пленниками Немножечко раскрывает нам историю этого места Но пока еще не так много, все равно о нем известно Известно Эти звуки Эти чертовые звуки Эй, парень, ты куда побежал? Хм, он тоже, похоже, испугался Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Эй! Стоять! Засранец. Иди сюда. Прям к собачкам. Доги-доги, там свежее мясо к вам прилетело. Хотя, наверное, оно уже не сильно и свежее, но ладно. Пройдясь с этой стороны, мы, как бы, хитро обходим вот этих вот ребят. Там, в бедном погребе. Тихо, как профессиональные киллеры, их вырезаем. Очень смешная дверь. Бедный Йорик. В этих бочках, к сожалению, уже давно нет. Возможно, оно когда-то там и было, но сейчас его нет. И мы как раз приходим к той самой винтовой лестнице, где мы были, но мы пошли туда, обошли с той стороны и прошли через тот пролом. Да, в забытой крепости очень много различных ходов, обходов, секретов. И вообще, эта локация очень интересная, на самом деле, ее очень интересно исследовать. К сожалению, таких локаций в Dark Souls 2 очень мало. Не подходи ко мне. И вот как раз мы открыли те самые врата в то место, где мы уже были. Но теперь у нас есть ключ, ради которого мы и проделали этот крюк. Ну, так же мы, конечно, нашли много интересных вещей. Ребята, вот не надо вот этого делать. Убивать меня в самый неподходящий момент. Вот не хочу я сейчас умирать. Придется бежать очень в приличное расстояние. А ножи, конечно же, у меня закончились. Парень в окошке. Хорошо, что вот эти парни, которые находятся на этом этаже, они изначально не враждебные. Ну, если только их не начать бить. И как раз вот здесь мы используем ключ от подземелья. Но это не единственное место, где можно использовать этот ключ. Здесь у нас окаменевшая кость дракона и огненная бомба. Но! Так же здесь есть еще один невидимый полый, который, вот видите, мы не можем пройти в этот угол. Потому что здесь он не сидит. Гладкий шилковист камень. К сожалению, у нас пока нету ароматной ветви. Но скоро мы ее обязательно добудем. Скоро, парень, скоро. Потерпи еще немного. И теперь самое важное мне не сдохнуть. Выбираясь до следующего костра. Так, вся проблема в том, что там еще и лучник стоит на крыше, который стреляет в меня, он не стрелами. Еще и в голову попал, ну вообще, молодец. Хорошо стреляет парень. Так, может, тюремщиком таешь как-нибудь справлюсь? Тем временем у меня уже 80 тысяч душ. И мне надо бы срочно в Маджулу. Прям срочно. Иначе это может все плохо кончиться. Парень, ты не успел. Кто не успел, тот опоздал. Опять эти грейки. Вот эти тревоги. Вау! Я тут, понимаешь ли, наслаждаюсь видом, а он тут сзади успел подкрасываться. Там внизу еще много этих застранцев. Ну а мы, пожалуй, эвакуироваться в Маджулу. И вот мы опять в Маджуле. И давайте первым делом выполним квест Маглина до конца. Для этого нам нужно будет еще купить у него несколько вещей, чтобы общая сумма наших покупок составляла 16 тысяч душ. И для полного сета элитного рыцаря нам еще не хватает шлема. И давайте также еще купим у него доспех солдата-короля. И чтобы не бегать в костру и обратно, он быстрее будет выйти и взойти в игру заново. И как вы можете заметить, Маглин поменял свою позу. Ум, sorry, have we met? О, sorry, it's just I've been awfully busy lately. Care to look over my wares? Please, be my guest. И как мы можем видеть, Маглин добился. Добился своей цели, он стал богат, но после того, как он добился своей цели, похоже, он совсем потерял память. Он забыл, кто мы такие и вообще, где находится его дом. И это, похоже, происходит со всеми в Дранглике, после того, как персонажи добиваются того, чего они хотят. Они совсем забывают, кто они есть. И давайте посмотрим на его новый ассортимент. У него немного чего поменялось, а именно добавился сет Алвы. Алва много странствовал по свету в поисках лекарства для своей святой Серетты, но потерпел неудачу и отказался от рыцарского титула. Алва попал в сети вины и раскаяния, но смог обрести свое предназначение благодаря помощи ведьмы, которая некогда готовила против него заговор. Сеталвы очень неплох, он немножечко похуже по характеристикам, чем доспех элитного рыцаря, но зато и прилично легче. И после того, как мы, можно сказать, добили квест Маглина, у него здесь еще один секрет, но для этого нам нужно умереть. И вот если мы придем к нему, когда на счетчике душ у нас будет совсем ноль... Он жалится над нами и подарит сет Ауроса. Но это не совсем обычный сет Ауроса. Дело в том, что он прозрачный. Доспех королей пустынной страны Джуго. Первым его носил Аурос, основатель этого государства. Согласно легенде, доспехи Ауроса сделаны из волшебного материала, невидимого для слабых духом. А что видят ваши глаза? И если мы оденем этот сет, то мы увидим, что он полностью... ...как бы прозрачный. Так, давайте используем человеческую фигурку. На самом деле, в игре есть также и обычный сет Ауроса, но его мы найдем немного позже. Но как-то прозрачный сет смотрится не очень, давайте наденем что-нибудь другое, более приличное. Но доспех элитного рыцаря мне уже порядком поднадоел. Давайте побегаем в чем-нибудь другом, например... ...в кожаном сете. Добавим в игру больше разнообразия. А также, я думаю, нам для разнообразия пора и заметьте и само оружие. Но, к сожалению, на данный момент у меня очень мало вариантов. Итак, оружие здесь подразделяется на категории. Это кинжалы, прямые мечи. С такими я уже бегал. Большие мечи. К сожалению, на них у меня пока не хватает характеристики силы. Возможно, нам стоит ее сейчас немножко приподнять. И тогда, возможно, у нас тут получится, например, побегать с мечом Дранглика. Знаменитый меч, которым когда-то владел сам Драмонт, капитан королевской армии. Итак, что нам для него нужно? 20 ловкости и 25 сил. Но если взять этот меч в две руки, то, в принципе, силы нам нужно не 25, а... ...а, по-моему, в два раза меньше. Но для начала отдадим ей очередной колокольчик. И прокачаем нашу ловкость до 20. А силу до... Ну да, давайте для начала прокачаем ее до 15. И если взять этот меч в две руки, то под характеристикам он нам уже подходит. Вот такой вот у него миксет. У нее достаточно интересный сильный удар, после которого наш герой встает в такую некую стойку. В одноручном хвате у нее также есть еще выпад. Но, к сожалению, в одноручном хвате я его не могу использовать, так как нужно целых 25 сил. Но этот меч в основном скелится от ловкости, так что, в принципе, силы намного особо и не надо. Единственная проблема это то, что нам придется на какое-то время отказаться от щита. Так, ну что ж, давайте немножко попробуем его прокачать. К сожалению, этот меч качается только при помощи мерцающего титанита, которого у меня всего лишь 5 штук. Поэтому мне хватит его прокачать только до плюс 2. Но при этом у него урон становится 234, что, в принципе, неплохо. У Катаны он 195, но Катана при этом умеет лучший множитель при контратаках. У нее он 150. У меча Дранглика он всего лишь 120. Ну, я думаю, мы справимся. Берем щит, он не нужен. Так, и куда же нам потратить оставшиеся души? Я думаю, что нам не повредит все-таки прокачать силу до 18. И мы отправляемся обратно на холм грешников. Ну что ж, давайте испытаем нашу новую пушку. Хм, каким-то образом он успел в меня попасть. Большая душа мертвеца. Так, здесь у нас... Можно, в принципе, спрыгнуть им прямо на голову отсюда. Но если я не попаду, это будет очень больно. Да, я попал, но это было кривого. И теперь мы можем зайти сзади совсем не подозревающему ничего солдату. Заодно посмотреть, как выглядит бэкстеп у этого меча. Так, здесь у нас лежит еще один предмет. Человеческая фигурка. И... Бескрайнее море. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Рассекающий нож. Кстати, такие ножи мы, по-моему, еще не поднимали. Рассекающий нож. Метательный нож, он призван скорее вызывать у жертвы кровотечение, нежели нанести прямой урон. Это простое в использовании оружие, но его дальность, поражение и урон крайне ограничены. Однако, если у жертвы будет кровотечение, ее максимальное здоровье уменьшится. Здесь мы можем найти знак призыва Лукотиэль, который нам необходимо будет здесь призвать. И тут у нас очень неприятное место, где нас ожидает вот так вот, неизначай выглядывающий. В гибкий часовой. Разработчики, конечно, сыграли очень злую шутку, расположив его именно здесь. К тому же я еще и неудачно сам себя зажал в этом дверном проеме. От Лукотиэль здесь, конечно же, практически никакого толку. Нелогично было бы ее призвать после смерти гибкого часового, чтобы зря не тратить ее жизнь. Ну, я немножечко поторопился. Ну, ладно. Но все же она его немного отвлекает. Тригольный щит с цветком. Так, здесь у нас еще есть одна очередная секретка с потайной стеной. Здесь главное сильно вперед не бежать, потому что можно упасть. Северное ритуальное кольцо и камень кровотечения. Очередные мертвые узники. Так, ну, наверное, все-таки мы почитаем немножко позже, потому что я не помню, у Лукотиэль здесь бесконечное время призыва или нет. Большая душа солдата. Здесь у нас старые скромные, которые любят подрывать все пуканы. В том числе не только себе, но и главному герою заодно. Красивый череп. Это место очень противное. Ну, из-за того, что здесь вот эти парни взрывающиеся, этот, воды по пояс, гибкий часовой, но это место намного сложнее, если вы будете играть в NG+. Здесь помимо гибкого часового появится еще и куча других монстров, и это место станет еще более опасным. Здесь, по-моему, у нас где-то есть введеный полы. Только я опять забыл, где именно он находится. И для того, чтобы его обнаружить, можно использовать огненную бабочку, чтобы увидеть его тень. А, ну вот он. Его тень его выдает. И опять гладкий шелковистый камень. Так, ну, одной рукой я не могу пользоваться темничком, поэтому... От факела придется отказаться. Здесь у нас запертый в темнице рыцарь Хейда. Который не агрессирует, но, учитывая то, что с нами Лукотиэль, который его начнет сейчас... Беспощадно долбить. В любом случае. Ах ты! Блин, Лука, зачем ты его с собой привела? Отстала. Но его все равно лучше здесь задолбить, потому что он гарантированно дает свое копье. Блин, какой-то Геральт Робин Гуд у нас получился. И если вы взяли ключ от подземелья, то, в принципе, вы можете немножечко срезать, не идти по низу, а открыть дверь здесь и уже направиться к боссу. Но давайте обследуем это место все-таки со всех сторон. Соберем все предметы, хотя это... небезопасно. Для надежности давайте все-таки возьмем метательные ножи. к сожалению, обычные ножи у нас закончились. Но давайте попробуем покидаться рассекающими ножами. Да, рассекающий кинжал является не убивать эти кларьи с первого раза. Укотель уже в том времени потеряла половину своей жизни. Ну, ничего страшного. Если что, мы ее потом еще раз призовем. Здесь у нас тоже ничего. Да, в этом кожаном доспехе, конечно, защита у нас порядком понизилась. Душа гордого рыцаря, камень фараса. Хоть что-то полезное. Кто у нас здесь? Никто не встает. И если у вас нет ключа, то придется открывать этот углей. Так, давайте также еще посетим вот это место. Здесь у нас еще несколько камер. В одной из них кто-то уже давно умер и успел превратиться в скелета. Так. Здесь мы также можем призвать наемника Луэта. Он нам уже встречался перед битвой с последним гигантом. Ну, я думаю, он нам здесь не нужен. Луки нам тут хватит за глаза. Не обязательно пользоваться лестницей. И здесь у нас вот такой вот огромный мавзолей. Где нас ожидает босс. И опять же, если вы добыли перед этим боссом ключ подземелий, тогда мы можем зажечь вот эту вот жаробку. Это нужно для того, чтобы осветить локацию с боссом. Возможно, нужно было бы показать, как эта локация с боссом выглядит без зажигания этих жаров. Ну, в принципе, она особо ничем не отличается. Единственное, что битва с боссом становится немножко сложнее, потому что арена с боссом немного темнее и становится тяжелее просто сфокусироваться на нем. Субтитры создавал DimaTorzok И я сразу же получаю пилюлей от ее огромного меча. Этот босс не особо сложный. Но если у вас нет щита, то можно от него изрядно и получить. Вот примерно как я сейчас. Если бы не лука, который его сейчас отвлекает, возможно, я бы уже умер. У этого босса достаточно размашистые атаки и лукотель просто стоит на одном месте и ни черта не делал. О, она нанесла целую одну атаку. К сожалению, я не могу тянуть и показывать там какие-то особые атаки этого босса, потому что нам нужно спасти луку. Но, к сожалению, похоже, не особо выходит это сделать, потому что эта сволочь все-таки умудрилась умереть. не похоже, нам теперь тоже придется умереть, хотя в принципе, в принципе, лукотель нужно вместе с лукотель нужно победить трех боссов, боссов. Ну, по-моему, ее можно призывать на четырех боссов. В крайнем случае ее можно призывать на боссов, если использовать уголь вражды, то есть на боссов в повышенной сложности. Ну, проще, конечно же, ее призвать все-таки на забытую грешницу, поэтому я все-таки сдох. Потому что потом с ее тупизной она будет умирать еще чаще, чем здесь. Если вам этот гибкий часовой доставляет кучу хлопот, то вы можете просто-напросто поставить лук, зайти сюда и тупо расстрелять его, потому что он слишком здоровый, чтобы протиснуться в этот район. Лукавочих шапках мы даже с тобой чем-то схожи. Ну что ж, пойдем надерем задницу этой забытой грешницы. Надеюсь, в этот раз у тебя не получится сдохнуть. Так, я сначала заберем свою душу. И босс как специально в основном агрится именно не ее. На самом деле надо было бы купить кольцо с красным глазом, чтобы босс агрился именно на нас, а не на наших призванных фантомов. заодно и босса было бы немножечко посложнее. Блин, Лука, да не подставляйся ты так сильно, а. нахрен эти вещи, да? Все равно им не пользуешься. Мечом, конечно, тоже можно ставить блоки, но толк вот этих блоков очень много. Получена великая душа. Наша первая великая душа. Душа забытой грешницы. и это место похоже на огромную камеру. пол здесь исписан какими-то непонятными символами. Что самое примечательное в этой камере, это вот этот вот еле заметный символ. и об этом многие спорят, что возможно это просто так текстуры сложились, но все-таки я считаю, что этот символ очень сильно чем-то напоминает колокол. но также возможно это просто меня глючит. Итак, также что здесь еще примечательно в этой камере это вот эта дверь. Просто запомните как выглядит эта дверь, потом эту дверь еще повстречаем. Что намекает на то, что это место как-то связано с неким другим местом. И если вы играли в первый Dark Souls, то вы наверное тоже могли узнать этого жучка, который в самом начале этой битвы залазит в забытой грешнице под маску. Да, это тот самый жучок, которого мы видели в ложе хаоса. Что намекает нам на то, что этот босс возможно как-то связан с ведьмой изолита. Которая также согрешила, пытавшись возжечь первое пламя. Здесь у нас еще сундук и ароматная ведь в былого и грипп Элизабет. Также огромная комната, где можно увидеть вот такой вот костер, но он не совсем обычно, если можно заметить, то витой меч здесь сломан. Этот костер называется главный костер. И воспользовавшись им, мы можем вернуться только в Маджуру. Итак, давайте немножко почитаем, что мы там с вами насобирали. Треугольный щит с цветком. Редкий щит с изображением раскрывающегося цветка. Почему цветы так прекрасны, почему нам так нравится смотреть на них? К сожалению, цветок, изображенный на этом щите, давно уже исчез как вид. кольцо. Северное ритуальное кольцо. Одно из тайных сокровищ Алдии. Увеличивает количество зарядов заклинаний, но снижает здоровье. Это скромное на вид кольцо несет в себе очень сильную магию. Подумать страшно, с какими ужасами пришлось справиться, чтобы создать такие кольца. Стоит только вспомнить жестокую участь жителей Алдии. Жителей Алдии. Что за бредовый перевод? Здесь мы впервые можем видеть имя Алдии, с которым нам предстоит в будущем встретиться. Такой небольшой спойлер для тех, кто не знает. На самом деле здесь в переводе Dark Souls допущено просто громаднейшее количество ошибок, чего стоит только этот перевод сломанной меча вора. Или алебарду драконьего стража, которая на самом деле является не алебардой драконьего стража, алебардой Сиана. Также мы получили первую великую душу забытой грешницы. Душа забытой грешницы пленницы холма грешников. Забытая грешница обречена вечно наказывать себя за грехи прошлого. Больше, чем кому-либо. На самом деле здесь есть один интересный парадокс. Ну, пока я вам о нем рассказывать не буду. Расскажу вам о нем позже, когда я с ним столкнусь. Так, Милентия. На самом деле, чтобы облегчить себе жизнь, если вы испытываете какие-то проблемы, то покупайте вот этих светящихся жучков. Потому что он неплохо бустит ваш урон и защиту, но он постоянно дорожает. То есть после того, как вы убиваете очередного великого, он становится дороже. То есть до этого он стоил по-моему 6 тысяч душ. Сейчас он уже стоит 12 тысяч душ. Ценник, конечно, кусается. И после того, как мы убили забытую грешницу, ее сет можно посмотреть у маглина. Маска наказания. Маска забытой грешницы. Шипы, направленные внутрь, предполагают, что этот предмет предназначался не только для сдерживания заключенных, но и для пыток. Смирительная рубашка наказания. Поясницу перетягивает тугой ремень. Уже неизвестно, кого так наказывали и зачем. Оковы наказания. Крепкие оковы для рук. Уже неизвестно, кого так наказывали и зачем. И юбка забытой грешницы. Изорванная одежда осужденного что-то вроде юбки. А еще? В общем, на самом деле по забытой грешнице информации просто критически мало в этой игре. Можно сказать, что вообще никакой. И если убивать обладателя великих душ на NG+, то есть перевести если игру при помощи угля вражды на NG+, и возродить этого босса, убить его еще раз, то он помимо великой души забытой грешницы даст еще одну душу, которая мягко говоря намекает на то, что забытая грешница содержит в себе реинкарнацию души ведьмы изолита. Ну, локация холм грешников как и сама забытая грешница на NG+, это та еще попуболь, поэтому пожалуй я вернусь и пройду эту локацию на NG+, немножечко попозже. Тем временем мы получили очередную ароматную ветвь и теперь мы можем расколдовать стрейда. на НГцах на НГцах на НГцах на НГцах Продолжение следует...